Меня зовут Иван, я металлист. В том исходном смысле этого слова в начале 20 века так называли людей, которые, соответственно, делают изделия из металла. Образование у меня высшее, экономическое. Ну, вы же понимаете, тогда это было модно. Но железки делать интереснее. Изначально не предполагалось, что мастерская будет приносить какой-то доход. То есть это было только лишь увлечение. Ну, потому что если ты берешь заказ за деньги, то ты принимаешь на себя и обязательства в том числе. То есть тебе надо сделать в конкретный срок и какое-то конкретное изделие. Не хотелось именно брать на себя какие-то обязательства. Довольно длительное время. Но потом как-то я посмотрел, как я делаю, что делаю. Каким оборудованием. И подумал, а почему бы и не перестать отказываться от заказов за деньги. И перестал. Полноценным бизнесом это назвать нельзя. Скорее, это именно увлечение, которое приносит деньги. Токарю на заводе приносят чертежи. И он по этим чертежам делает. Если у него что-то не получается или он не знает, как это сделать, то он идет к мастеру цеха. Либо он идет к инженеру, либо к конструктору. В общем, ему кто-то старший объясняет, что надо делать. В 90% случаев заказ у меня лично начинается либо с эскиза на салфетке, либо с устного какого-то технического задания. Не то, что я сидел и думал, что бы мне такое придумать, что никто не делает. Просто я считаю, что если человек заплатил какие-то деньги за какое-то изделие, то изделие должно, во-первых, соответствовать техническому заданию, то есть выполнять те функции, которые на него возложены. А во-вторых, обязательно должно быть ремонт пригодным. Как говорил один кинематографический персонаж, тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно. Наверное, это каждый мастеровой сталкивался с такими заказчиками, которые я же сам. Человек приходит, говорит, мне надо сделать то-то. Ты ему говоришь, окей, стоить будет столько-то, по времени столько. Он делает удивленное лицо, да я же сам токарь, только у меня станка нету, тут 20 минут работы. Больше всего мне нравятся люди, которые полагают, что если у тебя есть станочный парк, то ты с удовольствием делаешь оружие или его детали. Самое оголтелое в этом плане, значит, какой-то гражданин просто написал на авито и предложил сделать подствольный гранатомет ГП-25. Действительно, почему бы и нет? А самое забавное, значит, пишет женщина, по-моему, это был год назад, под прошлый Новый год. Иван, мне вас порекомендовали, там тыры-пыры, мне нужно срочно изготовить десяток сувенирных кастетов. Кастетов. Говорю, хорошо, ладно. А слово сувенирный что подразумевает? Он из пенопласта или там из... Из чего он должен быть сделан? Из поролона. Не-не-не, это должен быть обычный настоящий стальной кастет, только на нем должна быть гравировка. За 10 лет беспорочной службы в органах ВЧК, КГБ, НКВД, вот это вот все. Я говорю, мадам, вы понимаете, что это статья 222 Уголовного кодекса, за это меня могут посадить. Не-не-не, какой посадить? Они к вам сами приедут, когда забирать заказ, они вам и удостоверение покажут. Я говорю, вот я, наверное, воздержусь, потому что именно показ удостоверения мне бы хотелось избежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть у меня один постоянный заказчик, то есть у человека, наверное, уже десятка-два всяких изделий моего производства. Что-то говорю, а почему у тебя мангал такой не очень? Давай сделаем тебе нормальный. Он говорит, да, давай. Из нержавейки толщиной 6 миллиметров. Счетчик деталей уже, наверное, завалил за полторы сотни. Четыре шестерни самодельные. Больше десятка подшипников уже, наверное, даже не мангал, а кинетическая скульптура это называют на Западе. Потому что если у человека красивый дом, красивый там ландшафтный дизайн, то у него должен быть красивый мангал. Мои изделия уехали в Индию, Мексику, США, Германию, Эстонию, на Украину, ну и по России, так, от Архангельска и до Благовещенск, наверное. Один гражданин из Соединенных Штатов заказал у меня чугунные семигранные гайки с надписью «Трамп-2020», соответственно. За этот год, наверное, самое трогательное и приятное письмо было от одной химической компании. Значит, на удивление, в России они изготавливают магниевую стружку, которая используется в школьных экспериментах. Дети ее поджигают, оно горит, дети радуются. В России эта стружка не производится, а производится в Китае. А у нас импортозамещение. В общем, мне привезли квадратных болванок, из которых надо было сделать круглую стружку на токарном штанке. Не очень было удобно, но я справился. Эти вот ребята-химики прислали письмо с благодарностью, типа «Спасибо тебе, Иван Михайлович, вот теперь у нас процесс обучения школьников химии пойдет гораздо более уверенно и успешно». Ну, некому же больше помочь-то, кроме меня. Никто, кроме нас. А че сразу мы? В основном, заказчики очень адекватные. То есть, по большей части, с этими людьми приятно и работать, и общаться, а с многими даже еще и выпивать. После работы это важно. И тогда бывает такое, что, ну, ты счет на оплату отправил, а по каким-то причинам там что-то бухгалтерия у заказчика там не увидела, забыла. И, соответственно, время от времени приходится напоминать о себе. Уважаемый, имя? Денег так и не пришло. Я уже доедаю картон. Худею. Ювенальная юстиция обещает отобрать детей. Они начали воровать в магазинах продукты, чтоб хоть чем-то питаться. Всему живу. Теперь за снегом. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитров А.Кулакова Перчатков полета